Строительство Талсинской больницы – важное событие не только для жителей Талсинского края, но и для Венсполса. Ведь этот проект талсинцы продвигали совместно с венсполскими коллегами. Наша совместная работа, работа венсполских и талсинских больниц и самоуправлений, увенчалась успехом. Спасибо всем, кто верил в то, что Талсинской больницей быть, что она будет новой. Сегодня мы замуруем в стену послание будущим поколениям. Это значимое событие, ведь реализация этого проекта не проходила так легко, как мы изначально предполагали. У нас были судебные процессы, строительство временно останавливали. В результате было три месяца простоя. Мы не сможем выполнить обещание построить больницу до конца этого года, но построим ее к весне следующего года. Строительство больницы осуществляет фирма Остас Целтникс. Проект разработан фирмой Озола Эндбула. Два раза приходилось останавливать строительство из-за судебных тяжб, которые еще не закончились, но тем не менее суд разрешил продолжить строительство. С какими трудностями и коллизиями мы шли к этому первому этапу, и сегодня начинается второй этап. Фундамент заложен, дождь плодородия, так же, как поливает цветы для того, чтобы они лучше росли, так же поливает сегодня это строение, чтобы оно росло. Думаю, что жители Талса и Талсинского района давно заслужили современную больницу, оснащенную новыми технологиями. Кадры здесь есть, медики есть, техника есть, есть возможность получить помощь. Только вот здание, хоть оно и имеет историческую ценность, ему более ста лет, все-таки не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Мы видим, что строительство уже поднялось над землей. Строятся стены, каркас здания. Нет сомнений, что уже весной следующего года больница будет построена. В 2009 году больнице в Талсе угрожало закрытие. С наступлением экономического кризиса финансирование здравоохранения уменьшилось до критической отметки. Талсинское самоуправление обратилось к Венсполскому с просьбой объединить больницы. Мы пошли навстречу. Все-таки 110 тысяч жителей Курзамского региона нуждаются в качественных медицинских услугах. Условия лечения в Талсинской больнице, состояние помещений существенно отличаются от венсполских условий. Конечно, наша целевая аудитория и жители Рои, Дундаги, Мерсракса, которые пользуются услугами Талсинской больницы. Важно, чтобы они лечились в условиях, отвечающих современным требованиям. В новом здании больницы расположится стационар на 40 койко-мест, травмпункт, операционные залы, отделение интенсивной терапии. Здесь же будет амбулаторное отделение с кабинетами семейных врачей и врачей-специалистов и дневным стационаром, в котором будут оказывать хирургическую, терапевтическую и гинекологическую помощь. Пополнится диагностическая аппаратура дополнительной техникой, например, ультрасонографом. В принципе, с технической точки зрения Талсинская больница обеспечена. Также будет оснащена и новая больница. Новая больница будет более удобная. Там будет дневной стационар. Это нужно для проведения хирургических манипуляций, терапевтической помощи. Будет для этого отдельный блок. Также будет расширено амбулаторное отделение, чтобы у врачей были благоустроенные кабинеты, чтобы и пациентам было кафорнее проходить лечение. Вчера в здание заложили капсулу с посланием будущим поколениям. В нем содержится информация о проекте. Дополнительно к посланию приложили номер газеты «Талсу Вести» с заместкой об этом событии и один лад. Интересно, что послание потомкам на двух языках – на латышском и на китайском. На всякий случай, а вдруг действительно китайцы в будущем заселят всю планету?